Моя мама, Просова Фаина Александровна, была медицинской сестрой с довольно большим стажем. Работала когда-то операционной сестрой у профессора Грекова в Абуховской больнице. А потом работала в хирургии в больнице Софьи Перовской. Благодаря нашей маме мы и выжили, потому что как-то она поднимала дух всех нас. Мы не опускались, мы мылись элементарно, делали себе какую-то ванну. Причем очень интересно, что у нее была своя теория, которая, кстати, подтвердилась жизнью. Не залеживайтесь, не залеживайтесь. Когда я как медицинский работник пытался ей возражать? Мама, ведь когда ты лежишь, то энергии тратится меньше. Питание ведь надо меньше. Она говорила. Это парадоксально, но факт. Кто ходит, будет жить и работать. Ходите. Когда я совсем выбился из сил, это в 42-м году, и уже не хотел ходить в институт, то сестра и мать сказали. Ты должен кончить медицинский институт. Ходи. Если ты не будешь ходить, ты умеешь. Я ходил. Я ходил от Марсового поля до площади Льва Толстого ежедневно туда и обратно. И еще делал квартирные вызовы и принимал больных в больнице Софьи Перовской. Вот такая была мама. Кто бы к нам ни пришел, у нас всегда было чисто. Стол всегда был на крыскательстве. Как-то всегда было весело. Все убрано, аккуратно, чисто. И вот эта самая чистота, вот эта самая дисциплинированность матери, она передавалась нам. И это, по-моему, помогло нам выжить. Мать никогда не давала нам падать духом. Поех делился. Каждому давалось порции. Причем, как они уже потом признались, маму с сестрой в самое трудное время больше давали мне. Не знаю почему. Но вот что самое интересное. Мама считала, что у нее в комнате чисто, всегда был на пол, все блестит. Но когда уже сняли блокаду, и она сняла затемнение, что? Дали электричество. Она посмотрела на обои и сказала. Господи, Господи. Да чего ж я себя обманывала? Все-таки в какой близи я жила? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...